Спасибо тебе за то, что ты дал нам возможности побыть в твоем присутствии в реке жизни, Господь, которая ты. И сейчас как раз когда поклонялись, вместо Писания мне вспомнилось, я сейчас опять напомню. Это из Езекииля, 47 глава, 1 стиха. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма кичет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода кекла из-под правого боку храма, по южную сторону жертву. Спасибо. И вывел меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правому сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. Воды было по водышкам. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня. Воды было по пояснице. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока было, много было дерев по ту и по другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды ее сделаются здоровыми. Это к сегодняшнему поклонению. Просто действительно мы поклонялись потоке жизни, да? Я думаю, чувствовали многие вот этот поток жизни, поток славы. Это его, это то, что он дает нам, как делается. И спасибо Богу за все, за то, что он дает нам жизнь, дает нам жизнь с избытком. Отец, я прошу тебя, пускай Твое слово не останется тщетным, Господь, но исполни то, для чего оно было послано. Я благословляю наши сердца на то, чтобы они были открытыми для Твоих изменений, для всего того, Господь, что Ты хочешь сегодня сказать, Отец. Аминь. Итак, первое место, сегодня Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я поверил вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Что это? Мы многие знаем, да, это, как говорится, великое поручение от Бога. То, что Бог хочет, чтобы мы делали. И мы должны это делать, потому что это желание Бога. Должны. А вопрос, почему мы должны это делать? Задавали себе вопрос, почему я что-то делаю для Бога? Не для чего, а именно почему. Один из ответов может быть, потому что Бог так сказал. Написано же в слове, да, Бог так сказал, все, это нормально, это правильно. Пастор об этом говорит, лидеры говорят, что надо служить, надо исполнять волю Божию, надо все, надо что-то, что-то, что-то делать. И это тоже правильно. Один из других ответов, может быть, Бог меня спас, и я хочу, чтобы другие люди в этом городе, в этом мире также были спасены. Еще один ответ такой, что я люблю Бога, я хочу, чтобы другие люди познали такую же любовь Бога. И также наполнились этой жизнью от Бога. И все это правильно, все это верно. И вот именно об одном из этих пунктов я хочу поговорить, это последний пункт. Потому что я люблю. Потому что я люблю Бога. И Матфея можно прочитать 22 главу из 36 стиха. У Христа спросили, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Обратите внимание на слово утверждается. Что значит утверждается? Это значит основано на этом. Утверждение это основание. Это тот фундамент, на котором мы должны строить всю свою жизнь. А фундамент какой? Возлюби. Возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего своего. На этом все стоит. Если я люблю Бога, я просто не могу не служить Ему. Правильно? Если я люблю ближнего своего, я не могу не служить ближнему своему. Если я люблю людей этого мира, несмотря ни на что, несмотря на то, какие они, хорошие или плохие, меня ли любят или ненавидят, мне суть важна. Но если я их люблю, как Христос возлюбил, я не смогу не служить Ему. И это то, чего хочет Бог от нас. Именно служить с позиции любви. Конечно, это не говорит о том, что мы сейчас должны все срочно подорваться, сразу выйти на улицы города и начинать всем-всем-всем служить. Нет. Это вообще не обязательно. Потому что всегда нужно водительство Духа. Ведь Иисус тоже далеко не всем служил. Далеко не всех Он исцелял. Далеко не всем Он проповедовал. Мимо многих Он вообще проходил мимо. И поэтому, я думаю, вот эта вот любовь, которая наполняет нас, она должна быть также подводительством Духа. Чтобы мы служили людям этого мира подводительством Духа Святого. Потому что иногда мы проходим мимо, мимо тех людей, о которых Бог сказал, подойди. Подойди и послужи, может быть, слово какое-то скажи, может быть, ободы. Кто-то сидит, плачет, может быть. Кто-то голоден, просто подойди и купи пирожок ему. И мы проходим мимо. Как бы оправдываясь. Ну, я видел, что Он постоянно пьяный. Я видел, что Он постоянно там попрошайничает. Что Он дерется с кем-то или еще что-нибудь, матерится, ругается. Да не суть важная, если Бог попросил. Подойди и скажи. Если Бог расположил сердце, подойди и сделай. И в то же время, также по своей душе мы можем ставить Богу палки в колеса. Душа это хорошо. Бог создал душу. Но наша душа, она должна быть подчинена Господу. Подчинена Его воле, подчинена движению Его Духа. И иногда, подходя и служа каким-то людям, мы просто бьем Бога по рукам. Когда, может быть, Бог поместил человека в какие-то ситуации тяжелые и жизненные. И ему надо пройти это для того, чтобы обратить свое внимание именно на Бога, а не на людей. Поэтому очень важно служить Господу. Но служить это с любовью и под водительством Духа Святого. И так, любовь. Любовь это, как говорят, любовь это отношение, да? Но можно сказать глубже, любовь это не просто отношение. Любовь это взаимоотношение. Взаимоотношение. Если провести параллель такую, Иисус и Церковь, и сопоставить этому жених и невеста. Почему жених любит невесту? Не потому же, что она будет ему готовить, что она будет его стирать, что она будет ему, не знаю, радости какие-то доставлять в жизни. Не поэтому. Он любит ее просто потому, что она есть в его жизни. Точно так же и невеста. Почему она любит своего жениха? Потому что он обеспечивает, дает ей карманные деньги, да? Потому что он ей предоставил жилье свое, что-то еще. Он ублажает, он защищает, он оберегает, хранит от всего остального. Не из-за этого же любим, правильно? Мы любим, потому что наши любимые есть в нашей жизни. И точно так же Христос. Он возлюбил нас. Не потому, что мы какие-то хорошие или плохие. Писание говорит, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Он не посмотрел на нас, что мы вливали в его сторону. Что мы смеялись над ним. Я лично смеялся над ним. Он не посмотрел на это. Он предложил мне спасение, потому что он любит. И песню песней давайте прочитаем. Первая глава, третий стих, первая часть. «Влеки меня, мы побежим за тобой. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобой». Влеки. Влеки это отношение. Невеста хочет, чтобы царь позвал ее. Царь хочет, чтобы невеста попросила, чтобы он позвал ее. Это та глубина, в которую мы должны погружаться постоянно. В эти отношения любви, в эти отношения глубины какой-то. И это позиция такая, что они делают друг для друга что-то, потому что любят. Потому что любят. И пребывание вместе, общение друг с другом, когда любят люди друг друга. Так же, когда Бог любит нас, и мы общаемся с Ним, и Он станет. Для нас это не должно быть в тягости. Когда мы любим, не будет тягости, а будет наоборот радость, будет желание. Как Давид пел, как лань желает потоком вод, так и жаждет душа моя к тебе, Господи. Давид желал. Несмотря ни на что, он желал отношений. И когда наши сердца наполнены этим духом любви, мы также будем желать отношений. Одни из первых моих слов, когда я просыпаюсь, я говорю, Господи, спасибо тебе за любовь. Спасибо за жертву твою, за то, что я жив еще. Спасибо за то, что у нас мирное небо пока. А то, что нас пока не гоняет. Спасибо тебе. Спасибо за эту любовь, я хочу любить тебя. Я хочу наполняться твоей любовью еще больше и больше. Как Давид, как лань желает потоком вод. Но наша религиозность заставляет нас думать, что чем больше мы что-то для Бога делаем, тем больше Он любит нас. И иногда это действительно начинает в нашей голове какие-то производить изменения. И мы начинаем думать, если я что-то не делаю для Бога, ну как бы Бог меня, наверное, уже и не любит. Может быть, Бог вообще пройдет мимо меня, но на самом деле это вообще не так. Именно эти мысли, они мимо Бога. Они мимо Божьей любви. Бог меня любит, потому что Он есть любовь. И что мы для Него делаем, это определяет нашу награду на небесах. Но это не определяет силу Его любви к нам. Я лично это знаю точно на основании слова. Потому что в Иеремии, в 31 главе, в 3 стихе написано, «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Очередно. Да, любовью вечной я возлюбил тебя. И потому что я возлюбил тебя, я благоволю к тебе. Я даю тебе возможность общаться с тобой, я прихожу к тебе, я жду тебя, я протягиваю к тебе руку, я говорю к твоему сердцу, потому что я люблю тебя. Это Его желание. Это не наши дела, не наши заслуги какие-то. Это Его желание. Это Его любовь. И если мы, как Его невеста, любим Его, это побуждает нас в близости общения с Ним. И мы соединяемся с Ним. 1 Коринфянам 6 глава 17 стих написано, «Соединяющийся с Господом становится одним Духом с Господом». Если я ничего не перепутал, давайте еще раз проверим. Правильно ли я сказал? 1 Коринфянам. Да, все правильно. 1 Коринфянам 6 глава 17 стих написано, «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Мы становимся одним Духом с Ним. Здорово же. Фактически, как Иисус говорил, «Я и Отец одно». И если мы соединяемся с Богом, мы становимся одним. Одним с Богом. Это вообще очень здорово. И из-за любви к Нему мы слушаем Ему. Из-за любви к Нему мы слушаем друг другу. Потому что первая заповедь и вторая заповедь, они неотъемлемы друг от друга. Возлюбие Господа Бога и возлюбие ближнего своего. Если я буду любить вас, я буду служить вам. Если я не буду любить вас, как я буду служить вам? Может быть и буду, но кому это надо будет? Да любой из вас то же самое о себе может сказать. Если мы не любим людей этого мира, как мы можем послужить им? Как мы можем явить им Христа? Мы можем явить им букву Закона. Но Бог к этому призвал нас, являясь Богом законом, Бог призвал нас возлюбить, возлюбить ближнего. Но всегда у нас получается возлюбить ближнего? Всегда ли у нас получается служить ближнему? Я думаю, далеко не всегда, по крайней мере, за себя точно могу сказать, далеко не всегда так получается. И один из примеров такой описан в Луке, в 10 главе, Евангелие от Луки, 10 глава. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфы приняла его в дом свою. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя сказала, «Господи, или тебе нужды мне, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и срутишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Как вы думаете, Марфа любила Иисуса? Наверняка любила. А Марфа любила сестру свою Марию? Тоже наверняка любила. Но почему такая претензия вылезла? Господи, в конце концов, она сидит, а я тут кручусь-верчусь. Там мне всего две руки, а надо четыре. Скажи ей, пускай поможет. Казалось бы, правильные вещи, но любовь, она не ищет своего. Правильно? Любовь долготерпит. И если бы чуть-чуть больше, может быть, было любви у Марфы к своей сестре, она бы, может быть, подумала. Мария сидит у его ног. Она его слушает. Может быть, ей что-то сейчас надо. Может быть, она получает какие-то ответы на свои вопросы. Я послужу. Ничего я не сломаюсь. Я послужу ей, потому что я люблю ее. Иногда у нас не хватает такой любви. Иногда не хватает. Я бы себе это могу сказать. Даже вот если вспомнить, когда мы в прошлом здании собирались, и моя группа убиралась по субботам. Иногда бывало так, что несколько человек было. Иногда было вообще, что я один приходил. И внутри поднимался рокот. Внутри поднималась в этом. Ну, что такое, что мне больше всех надо? Кто-то там сидит, расслабляется, отдыхает у телевизора, может быть, или на озере отдыхает. Что-то куда-то отдыхать, поехать, с друзьями встретиться. А я тут один делаю что-то. Были такие моменты, когда в церкви объявлялись тоже субботники, да? Вот Галя помнит по мытью окон. Тоже мало народу приходило, хотя объявлялось всем. И опять поднимался, я просто за себя говорю, поднимался этот рокот. Поднималось какое-то внутри такое чувство. Что мне больше всех надо? Но как-то нежный Дух Святой, он иногда останавливал. Не иногда, он всегда говорил, не всегда останавливался. Он всегда говорил, успокойся, сынок, все хорошо. Все хорошо, ты служишь, слава Богу. И приходил мир, приходил мир. Я думаю, многие так же могут сказать. Когда что-то поднимается, внутри вот этот ропот, какая-то может быть обида или еще что-то. Но Дух Святой говорит, сынок, доченька, успокойся. Все нормально, самое главное, я с тобой, самое главное, ты любишь меня, я люблю тебя. Ты служишь мне. Может быть, что-то делай, а вместо других ты служишь им. Мы же не знаем всей глубины. Мы иногда не знаем, почему кто-то не пришел на уборку. Может, у него серьезные проблемы. А начинаем думать и раскручивать в своей голове, что кто-то лентяй. Всегда надо смотреть с позиции любви, с основания любви. И это то, что Бог хочет, чтобы мы научились делать. Матфея 6, глава 33 стих написано. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И все это приложится вам. То есть, он расставил приоритеты. Ищите, в первую очередь, Небесного. Ищите Духовного. И все остальное приложится к вам. Римлянам 4, 17 написано. Ибо Царствие Божие ни пища, ни питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. То есть, получается, смотрите, если сопоставить Матфея и Римлянам. Ищите прежде Царствие Божие и правду. И пища и питье приложится вам. То есть, для Бога важнее, более важный приоритет отношения. Для Бога более важный приоритет Царства Его. А вообще, что такое Царство Божие? Праведность, мир и радость. Бог смотрит на нас глазами праведности, через кровь Сына Своего Иисуса Христа. И какие бы мы ни были, хорошими, плохими, Он смотрит и видит нас праведными. Потому что это позиция любви. Он смотрит нас с позиции оправдания. Конечно, это не говорит, что мы теперь на основании того, что Писание говорит. Что все совершилось, Бог смотрит на нас, как на праведников. Пошли и начали грешить направо и налево. Нет, это уже другой момент. Момент благодати, чтобы мы не пренебрегали данной нам благодатью. И эту благодать не пользовали как повод к распутству. Это другой вопрос. Об этом тоже когда-нибудь можно поговорить. Но именно праведность. Бог смотрит на нас глазами праведности. И Бог сказал, мир мой даю вам. Сейчас много мира в этом мире. Простите за каламбур, но не так уж и много. Войны, какие-то потрясения, цены, еще что-то, гонения. Очень много, от чего мир просто уходит. Но Бог сказал, мир мой даю вам. И когда мы знаем, что мы спасены, что Бог за нас, приходит радость. Приходит радость же. Приходит, однозначно приходит. И это есть Царствие Божие. Мир, праведность, радость в Духе Святом. И где оно? Лука 17, 21 говорит, и не скажет, вот оно здесь, или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Мир, праведность и радость внутри меня есть. Мир, праведность и радость есть внутри каждого из вас. И мы можем это чувствовать. Мы можем это видеть. Даже иногда, когда это вообще не видится. Но только начинаем отношения с Богом, только начинаем общаться с Ним, размышлять о Его любви, поклонении, прославлении. И все, и это приходит. Иногда со скрипом, но приходит. Потому что Бог там, в Царстве Божьем. А Царство Божие внутри нас. Значит, Бог внутри меня, Бог внутри тебя, Духом Святым своим. И когда мы знаем, что Бог внутри нас, что Царство Божие внутри нас, что в нас мир, праведность, радость, мы любим Бога. И эта любовь побуждает нас делиться этой любовью друг от друга. Делиться этой любовью с другими людьми. Но иногда получается так, что мы не только любовью брызжем на окружающих. Иногда эти брызги просто обжигают. Есть такое выражение, что твои дела говорят громче твоих слов. Когда мы говорим, я люблю тебя, но человек говорит, я не слышу тебя, потому что я вижу, как твои дела говорят громче. Я встречался с такими людьми, реально встречался, когда они говорят, я люблю людей. Да многие из вас с такими людьми встречались. Мы иногда сами такими бываем. Я люблю людей, но мои дела говорят вообще о противоположных. Не хватает любви к Богу, которая изменяет наши сердца. Не хватает любви к ближнему, которая приходит от любви к Богу. Ведь все от него, через него и к нему возвращается. Описание в этом говорит. Вот и у Марфы, может быть, не хватило любви. Но, несмотря на это, Марфа, она молодец, она извлекла урок. И она продолжила служить. Уже, может быть, с правильным сердцем, потому что в Иоанна, 12 глава, 2 стих, давайте прочитаем. Иоанна 12, 2, 3. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. Знаете, опять Марфа служила. Она не бросила все. Не обиделась, не ушла. А, Иисус, вот ты... Марии так и не сказал. Я все-таки одна все делаю. Она извлекла какой-то урок по себе. Урок служения. И она начала служить. Итак, Марфа служила. И Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт народового чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ногами его. И дом наполнился благоуханием от мира. И Мария послужила. А может быть, вот это служение Марии, оно и произошло с того момента, когда она сидела у его ног. Когда Марфа крутилась на кухне. Мы не знаем же. Мы иногда, думая о каких-то вещах, вообще не предполагаем, какую цепочку действий это произведет дальше. Может быть, вот это вот сидение у ног Иисуса, Марии, оно произвело в ней это желание подготовить его к погребению. Это очень ценные вещи, которые она извлекла. И то, что Марфа продолжила служить, это ценные вещи, которые Марфа извлекла. И мы со своих ошибок точно так же должны извлекать руки. Извлекать и размышлять, чего нам не хватает, Господи. Может быть, любви Твоей. Может быть, мы действительно должны наполниться этим. Наполниться еще больше и больше и больше. И это естественно, что нам не хватает любви. Поэтому и Павел сказал, в 1 Коринфянам 14.1, он написал, достигайте любви. То, что дальше ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, что пророчество, да, это хорошо. Но в первую очередь он сказал, достигайте любви. Достигайте, прилагайте усилия. Если я люблю Бога, я хочу любить Его еще больше. Что-то для этого надо делать. Это просто так с неба не свалится. Бог не принесет на подносе, вот тебе графин с любовью. Это путь. Это путь. Любовь – это действие. Говорить что-то Иисусу, делать что-то для Него. Но в первую очередь любить. Господь, наполни меня Твоей любовью. Дай еще больше. Ты сказал, блаженный нищий духом, ибо ивы из Царства Небесного. Дай, дай этой любовью, помоги наполниться. Пускай этот дух жизни, он наполнит меня. И что тогда происходит? Бог же написал в своем слове, что про все приходящего ко мне я не изгоню вон. Какой из вас отец, если сын попросит у него хлеба, даст ему камень? Если мы попросим у Бога больше любви, он наполнит. Он переполнит нас до такой степени, что в нас будет этого много. Что мы уже не сможем удержать это внутри себя. И Галатов во втором главе, во второй главе, в двадцатом стихе, он пишет, уже не я живу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. И это, заметьте, это не замещение, что меня теперь вообще нету, вот один Христос. Это соединение. Потому что соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Если я наполняюсь любовью, если вы наполняетесь любовью, происходит это соединение. Это как в курсе физики школьной, знаете, что такое диффузия? Это когда, к примеру, два металла крепко-крепко прижимают друг к другу. И они как слипаются. Молекулы одного металла проникают в молекулы другого. Кристаллическая решетка, она соединяется. Но в то же время, каждая из них остается своим металлом. Не становится так, что металл А становится металлом Б, или наоборот. Оно соединяется и становится одним целым. И если мы больше и больше приближаемся, соединяющийся с Господом, становится одним Духом и Господом, вот это вот происходит диффузия. И тогда уже Его сердце, Его сердце это наше сердце. Тогда уже Его глаза, которые смотрят на людей этого мира, на этот погибающий мир, это наши глаза. Тогда Его руки, протянутые к людям этого мира, это наши руки. Это наше служение. Нести в мир Христа, нести в мир любовь. В первую, в самую первую очередь. Вы думаете, Богу нужно мое служение? Да даром оно Ему не надо, если я не люблю Его. В первую очередь, я должен возлюбить. Возлюбить. И только тогда эта любовь побудит меня в действии. Также и Павел писал, что он хочет познать Бога, как Бог познал Его. Он стремится достигнуть Его, как Бог достиг Его. Об этом написано в Писании. Так и мы. Ищем. Продолжаем искать. Не чувствуем. Продолжаем прорываться, продолжаем двигаться. Продолжаем наполняться Его любовью, чтобы познать Его. Ведь Он познал нас. И Он хочет, чтобы мы познали Бога, есть любовь, потому что. Познавая Его, я начинаю смотреть на себя, так как Он на меня смотрит. Когда я смотрю на себя своими глазами, я иногда ненавижу себя. Но когда я начинаю смотреть на себя Божьими глазами, я начинаю любить. Познавая Его, мы начинаем смотреть друг на друга Его глазами. Мы начинаем, вернее, мы перестаем видеть недостатки друг друга. Потому что кто из нас без греха? Пускай первый бросит камень. Смотря друг на друга, мы должны смотреть глазами Христа. Смотря на окружающий мир, на людей, которые сейчас неизвестно в чем живут и как живут. Мы должны смотреть на них глазами Христа. Почему Он сказал, я пришел для того, чтобы привести неправедников, но грешников к покаянию. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Избыток это больше, чем много. Это намного больше, чем много. Это вообще все. Если мы наполняемся Его любовью, этой любви в нас избыток. Нам ее хватит друг для друга. Нам ее хватит для себя. Нам ее хватит для людей этого мира. Наполняйте любовью. Бог хочет, чтобы мы наполнялись тем Богом. Как Он смотрит на нас? Опять вернемся к этому. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. Ибо так возлюбил. Вот это вот цель. Вот это вот наша цель. Возлюбить и отдать себя. Это и есть стужение оправдания. Это и есть стужение примирения, для которого Бог каждого из нас избрал. Это и есть служение заступничества, служение ходатайства. Это и служение любви. Этого Бог хочет. Этого Бог жаждет. Иногда мы Его радуем. Иногда не очень. Но Он ждет. Он ждет, когда мы являем этому миру Его любовь. Потому что, помните, да первосвященническая молитва Иисуса Христа. В одной фразе написано, допознает мне, что вы, ученики мои, если вы будете иметь любовь между собой. В другом месте Он сказал, нет больше той любви, если мы предадим душу свою за братьев своих и сестер, друг за друга. Когда мы начнем служить друг другу, нет больше той любви. Нам надо учиться. Иногда это может воспринять то нами быть, как упрек от Бога. Когда действительно это может быть, как упрек от Бога. Как-то... А Иисус может упрекать. Он как-то сказал, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел тебя собрать, как птица, птенцов своих под крылом, но вы не захотели. Так и тут Бог может сказать, сколько раз я говорил тебе, научись любить, но ты не захотел. Но я не захотел. Сколько раз. Иногда, может быть, отреализировать надо свое сердце. Потому что только любовь, это вечный двигатель. Только любовь руководила Павлом, когда его убивали. Только любовь руководила Павлом, когда его камнями подзывали. Сколько раз он плетей получал. Его выкидывали за город, думая, что он умер. Он поднимался, возвращался обратно, и у тех, кто его убивал, волосы дыбом становились, реально. Когда они видели, вот он, труп. Мы его только выкинули, час-два назад. Он опять пришел и опять говорит о любви Божьей. Что им руководствовалось? Явно не мазохизм, а любовь. Любовь к этим людям. Любовь Христа, ибо так. Ибо так возлюбил. Пусть это и будет единственным мотивом нашей жизни. Единственным. Не потому, что мне что-то надо. Не потому, что я вот такой вот, и пускай мне послужит, я же хороший. Не потому наше желание послужить друг другу, что я служу вам, чтобы вы восторгались мной, допустим. Что я, какой я такой хороший. Не этот мотив, а мотив любовь. Мотив послужить. Несмотря ни на что. Потому, что Бог, Он опустил Себя до уровня нас. Писание говорит, принял образ раба. И послужил. И в другом месте написано, кто из вас хочет быть большим, будь тому слугой. А слуга, это одно из, я думаю, это одно из самых таких почетных званий в Царстве Небесном. Слуга. Потому, что Он слуга. Потому, что Он припоясался. Взял тазик с собой, полотенце и омыл ноги. Всем своим одиннадцать ученикам, всем, вплоть до Иуды. Потому, что Он любил. Он знал, кто Его предост. Но, Он любил. Он продолжал любить. Когда Иуда поцеловал Его в Гефсиманском саду, Он сказал, друг, целованием ли предаешь Сына Человеческого. И я не думаю, что это был сарказм. Я думаю, Иисус, как всегда, говорил от искреннего сердца, друг, целованием ли предаешь. Это любовь. В действие. В действие. И если мы что-то будем делать не по любви, смысл. Первое корректно. Давайте я прочитаю выборочно. Тринадцатая глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящие, или кемал звучащие. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. А теперь пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это серьезный акцент на то, что в приоритете. Что должно быть в нас, как в детях Божьих, в приоритете. Любовь. Любовь и еще раз любовь. Ибо так возобил Бог мир. Мы должны служить. Мы должны являть любовь к Христу. Конечно, кто-то может по Писанию сказать в Римлянам 13 главе 8 стихе. Не оставайтесь должными никому ничего, кроме взаимной любви. И кто-то может сказать, я не должен никому ничего, кроме взаимной любви. Но, знаете, кто так думает и ничего не делает, я думаю, он прошел мимо Евангелия. Он просто не понял Евангелия. Что значит не оставаться должным никому ничего, кроме взаимной любви. И именно эта взаимная любовь, она побудит нас к действиям. Эта взаимная любовь, она побуждала Павла к действиям. Эта любовь, она побуждала Христа идти на крест. Претерпеть все муки, когда его убивали. Одна из последних его фраз. Не вменим греха этому. Потому что не ведут, что делают. Познавая Бога и наполняясь Его любовью, мы начнем становиться похожими. Похожими на Христа. Ибо так возлюбили Бога. Мы также будем становиться похожими на Павла. Потому что он также мог сказать, я им не должен ничего. Но он сказал по-другому. В Римлянах 1.14 он сказал, я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и нережным. Он же не деньгам должен был. Он посчитал, что он должен донести до них эту благую весть. Он посчитал, что он должен рассказать о любви Христа. Потому что Христос его спас. Как он говорил о себе, что он прежде своего познания Христа был гонителем церкви. Наименьшим из апостолов, недостойным даже находиться рядом. Но он принял эту любовь Христа. И он наполнился. И он стал также источником. Источником жизни. Он должен. И мы, я думаю, мы можем себе сказать, мы должны. Потому что Бог возлюбил. Мы должны. Потому что Бог наполнил. Мы по-другому не сможем. Конечно, кто-то может сказать, я не умею там евангелизировать. Я не умею проповедовать. Я не умею играть на музыкальных инструментах или что-то еще. Да вообще это не суть важна. Суть важна, чтобы мы являли любовь. Просто любовь. Знаете, есть такая то ли притча, то ли рассказик небольшой, когда по Царству Божьему, по Царству Небесному гулял человек, который уже там с Богом. И при встрече с Богом он задал Богу вопрос. Господи, а вообще какой был смысл того, что я родился в этом мире? Какая цель была в моей жизни? Ну, Бог ему сказал. Помнишь, 30 лет назад ты ехал в поезде? Да, помню. Помнишь, рядом с тобой был сосед, который почистил яйцо, и у него не было соли? Помню. А помнишь, ты передал ему соль? Помню. И что? Ну и все. Ну и все. Может быть, у кого-то предназначение родиться в этот мир? Кому-то слово одно сказать. Может быть, у кого-то предназначение родиться в этот мир и миллионы для Христа приобрести? Бог каждому дает по мере сил. Бог никого не принуждает, Он просит, Он ждет. Он ждет, когда мы явим этому миру любовью. В меру своих сил. В меру того, насколько мы наполнены любовью, духом жизни. Поэтому я хотел бы, чтобы мы помолились именно на этом основании того, что нам необходимо познать Его. Нам необходимо познать Его. Отец, спасибо Тебе за эту возможность, Господь, наполняться. Наполняться духом жизни, Господь. Я прошу Тебя, прости нас, когда мы бежали слишком быстро, забывая о Тебе. Что-то делая для Тебя, но забывая о Тебе. В Писании говорит, что остановитесь и познайте, что я Бог. Может быть, кому-то из нас надо остановиться. Может быть, просто притормозить и познать, что Ты Бог, что Ты любовь. Наполни нас. Мы жаждем Тебя, мы жаждем Твоей любви. Мы жаждем того, той близости, которую Ты хочешь. Влеки нас к себе, Господь. Влеки нас в чертоги свои. Помоги нам примириться с Тобой, там, где мы еще не примирены. Помоги нам примириться с самими с Собою, Господь, там, где мы еще не простили себя за какие-то, может, проступки или грехи. И это не дает нам возможности наполняться Твоей жизнью. Помоги нам простить себя. Помоги нам простить обижающих нас, наших родных и близких, братьев и сестер, которых, может быть, мы не поняли или они не поняли нас. Помоги нам простить людей этого мира, которые плюют в Тебя, которые плюют на нас, которые издеваются и смеются, которые, может быть, травят нас. Помоги нам простить, потому что Ты сказал, Отец, прости их. Но это все действует только Твоей любовью, поэтому Ты нужен нам. Ты нужен нам больше дыхания, Иисус. Больше нашей жизни, потому что без Тебя жизнь – ничто. наполняй нас. Наполняй нас Собой. Говори к нам. Говори к нам, Господь. Мы хотим желать к Тебе, как лайк, потоком воду. Мы хотим искать Тебя. Мы хотим приближаться к Тебе. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя и хотим любить еще больше и больше. Познавать Тебя больше и больше. Наполняться больше и больше Твоей жизнью. Быть с Тобой одним целым. Соединяться с Тобой. Это огромная радость – находиться рядом с тем, Кого любишь. И Ты не отодвигаешься от нас. Но Твоя рука всегда протянута к нам. Помоги нам ухватиться за Ним. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы очень нуждаемся. Спасибо Тебе за то, что это Слово, Господь, оно изменяет нас изнутри. Спасибо за то, что это Слово, оно не уйдет тщетно. Спасибо за то, что Ты дал нам жизнь. И жизнь с избытком. И эта жизнь, она переполняет нас и изливается наружу. Как эта вода из-под дверей храма, она текла на восток, и она попадала в реку, и все, что там находилось, поживало. Это Твоя любовь, Господь, это Твоя любовь, Господь. Ты нужен нам. Спасибо Тебе. Аминь. 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 Слава Богу.